Обратился к Нему, почитая Его за Учителя, но не в полной мере Его, понимая как Господа, Он говорит о том, что Учителю благие, расскажи мне, как наследство Небесное. И Господь наш Иисус Христос обращается к Нему, говорит о том, что надо соблюдать заповеди, предчислять ряд заповедей, и этот юношное удивление для всех, говорит о том, что во всех этих заповедях я укреплялся с детства. И тогда Господь обратился к Нему, снова говорит о том, что Тебя одного не достаёт, иди раздай имение Твое и следуй за Мной. Вот в этом образе богатого юноша, дорогие братья и сестры, мы должны порой видеть каждого из нас. Не потому что мы имеем какие-то богатства материальные, а скорее потому что мы имеем такие богатства, в кавычках, грехов. Когда мы порой боимся подойти к исповеди, потому что порой одна только мысль о том, что больше я так не должен поступать, нас уже приводит порой в смущение. И у каждого из нас есть ряд своих таких богатств, которыми мы порой ещё не готовы расстаться. Поэтому будем просить всеми от всего Господа о том, чтобы все мы старались всё-таки богатеть в Бога, угождать Богу. Потому что вот этому молодому юноше не хватало только одного, чтобы он полностью обогатился в Бога. Потому что именно его богатство являлось той последней преградой между ним и Богом, чтобы ему наследовать как небесный. Поэтому, дорогие братья и сестры, всякий раз, когда мы встаём утром или приходим в храм, особенно к исповеди, будем стараться, чтобы вот это лишнее наше богатство, которое мы постоянно с собой носим, в котором порой начинаем настолько богатеть, что такой груз нас действительно тянет вниз, удаляет от вода. Поэтому будем просить Господа, чтобы Он по Своему милотердию укреплял нам, нас, и давал нам, как и всякий раз, вновь и вновь возможности справиться. Потому что все мы знаем о том, что Господь наш Иисус Христос ждёт нас, ждёт нашего исправления и всегда даёт возможность для того, чтобы мы исправились, чтобы мы действительно стали Господним. Будем просить Господа, чтобы Он укрепил нас и действительно дал возможность разуметь, как это идти во свет Господа и во свет Сарце Небесное. Аминь. Спасибо Господу. Спасибо.